Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Емель, и сегодня у нас с вами будет новый шоппинг-влог. Так как под прошлым шоппинг-влогом, вы думаете, что я не читаю комментарии, а я на самом деле их всех читаю. Все девчонки писали, ты же обещала год без покупок и так далее. Вы меня неправильно поняли, ребята. Дело в том, что я вам предложила эту идею. Смотрите, какое оправдание, какое оправдание, какое переобувание. Я вам предложила снять такой челлендж, но многие меня не поддержали в этом. И поэтому я подумала, если никто не поддерживает, а то Руська, я правильно. Я реально стараюсь экономить, покупать по минимуму. Я считаю, что я немного денег трачу. Поверьте мне, вы тоже тратите деньги, и все мы тратим деньги, так что это нормально. Я стараюсь меньше тратить, но не всегда это у меня получается. Но челлендж я еще не запустила. Как только я запущу, я вам дам знать. Так как многие меня не поддержали в этом, то есть многим неинтересен этот челлендж. Я думаю, тогда нахрена его вообще снимать. Заставлять себя ничего не покупать, если подписчики этого не хотят. Ну, в общем, сейчас мне написала моя подруга Шелли. Вы, кстати, уже давненько мне говорите, что не видели во влогах Шелли. Дело в том, что мы с ней видимся. Просто когда видимся, я не снимаю ничего, ни истории, ни видео. Поэтому вы думаете, что мы с ней поругались. Мы с ней ни разу не ругались за, наверное, 4 года отношений, 3 года отношений. Ни разу у нас не было ни одного разноглазия. Это, наверное, очень-очень легкий в общении человек. Например, ей говоришь, пойдем в этот ресторан, да? Она говорит, ну пошли. Я говорю, давай лучше в Макдак. Она говорит, ну да, давай пойдем. Я говорю, а что ты реально хочешь? Скажи мне, что ты хочешь? Вот если у Шелли будет парень, мне кажется, я буду с ним драться, что не обижай мою подругу. Понимаешь, не обижай, я есть. В общем, как-то так, ребята. И еще я сняла видео в ТикТок. Сейчас хочу залить его в Инстаграм и спросить ваше мнение. У меня парень просто в шоке от этого видео. Он, то есть, в недоумевании, что это просто... Я хочу выложить для вас мой Инстаграм, чтобы вы оценили, действительно ли все так плохо. У меня загружается для вас видео. Я хотела его загрузить, потом уже пойти гулять. Но, к сожалению, так получается, что у меня суперскоростной интернет. И еще нужно 47 минут, чтобы оно загрузилось. Поэтому я лучше пойду. А когда приду, уже тогда опубликую для вас. А еще у меня только что пришла вот такая вот штука от Гейпбокса. Я вам ссылочку оставлю внизу. И здесь такая записочка. Все розовое, как ты любишь, с любовью гейпбоксер. Я вам оставлю ссылочку. Очень классные вещи они делают. Реально, такие крутые букеты, такие крутые подарки. Если вы не знаете, что кому подарить, то обязательно переходите. Я, наверное, буду снимать для вас мукбанг. Точно не знаю. Все-таки здесь много конфеток. Не знаю, смогу ли я съесть так много. Как вы думаете, стоит ли снимать или нет? Пишите в комментариях. Здесь бедно груз. Поэтому это нормально. Дупальники. Я обещала экономику. Я дежу обещала. Мои все подписчики жалуются, что тебя редко видят. А вот и она. Прикинь, все пишут, что мы посудились. И все такое. Ребята, это не так. Все у нас шикарно. Просто мы не снимаем блоги. Карантин и все дела. Стараемся особо не выходить из дома. Вышли так жарко. Я еще после лазерной эпиляции. Две недели не прошло. И мне не рекомендуется много ходить на солнышке. Но вот покупочки заставляют. Не могу я без них. Зайдем сейчас что-то купим. Вот так вот мы сидим здесь в парке с Шелли. В рестораны мы не ходим. Маски мы носим. Кстати, в магазинах дезинфицируют ваши ручки и без масок не пускают. Я купила себе платье и комбинезончик. Шелли ничего не взяла. Почему? Не понравилось пока что. Да, ей ничего не понравилось пока что. Но, может, сейчас что-то найдем. Как-то так дома все вам обязательно покажу. Мы тут, короче, вот так вот лежим на траве. И делаем для вас классные кадры для моего инстаграма. И для Шеллиного тоже, кстати. Ссылочку я вам оставлю внизу, чтобы вы могли перейти. И я помню одно время мы с Шелли вот так вот лежали на траве. У меня были такие проблемы с домашними. В общем, конкретная тяжелая ситуация жизненная. И мы просто вот так вот лежали и смотрели на небо. Потому что даже в ресторан идти денег не было. И мы просто вот так вот лежали и мечтали о том, что наконец-то когда-нибудь наши проблемы сами по себе решатся. И реально они решили, сейчас все отлично, все супер. Я прям кайфую, у меня прям ностальгия. Вот так вот, ребята. Ой-ой-ой-ой. Какие-то букашки здесь как будто. Но все равно здесь прям по кайфу лежать. Это прям нечто. Ой, кто здесь делает селфи. Мы не будем показывать на нее пальцем. И вот такая вот здесь обстановочка. Вот. Шелли мне сделала офигенную фотографию. Но немного она похожа, знаете, на деревенский стайл. Поэтому не знаю, не знаю. А вот моя красотка, съем тебя. Съем тебя. Вау, цветочек, как круто. Я просто как повторюшку. У меня подруга сделала так. Я тоже решила сделать так. Но почему-то у меня не получается кадр такие же, как у моей подружки. В общем, как-то так. Два часа спустя. Продолжаются селфи. Вот наши вещи. И мы потихоньку уже двигаемся домой. Давайте вам покажу, что же я взяла. Как раз таки то, что я померила, в принципе, это и взяла. Я взяла себе на зиму вот такое вот платье. Можно ли это назвать платье? Мне очень понравилось, как сидит на мне. Я взяла самый маленький размер. Это S. Вообще очень люблю этот цвет. Цвет такой хаки. У меня есть брюки такого цвета. Но они очень быстро потеряли свой цвет. В принципе. Вот. Вы уже видели, как сидит на мне. Значит, была на скидке. Стоила 75. А я купила за 45. Получается. Мне кажется, очень хорошая цена за такое платье. В рублях где-то это делает 2000 рублей. С длинным рукавом. Прямо сейчас не одеть, конечно. Но купила и оставила на следующий год. Вот почему нет. Дальше, значит, взяла этот комбинезончик. Или как тулум, наверное, правильно будет. Здесь ножки видны, но тоже не беда. Мне наоборот нравится. Очень красиво смотрится. На мне вы уже видели. Цена 55 монат делает. Чуть больше 2000. А 2300 в рублях получается. Не знаю, мне очень нравится. И еще плюс. Вот здесь есть такая штука. Можно регулировать лямочки. Потому что, когда я мерила, грудь прям видно было. Я так не люблю. Поэтому я буду регулировать лямочки, чтобы сильно грудь не выпячивала, так скажем. Была в двух оттенках. В зеленую полоску и вот в такую вот морковную. Я взяла морковную полоску. Внутри здесь такая подкладочка. Швы все аккуратненькие. Все отлично. Немножко торчат нитки. Но это можно все отрезать. Все это дело. Я довольна своими покупочками. Я, значит, себе тут нарезала помидорки и огурчики. Заливаю все это оливковым маслом. Прям чуть-чуть. И перемешиваю. Это будет мой ужин. Добавляю буквально щепоточку соли. Немножечко. Перемешиваю. И я это буду кушать с вот такими вот хлебцами. Не потому, что я худею. А просто потому, что я очень люблю хлебцы. Обожаю. Я нашла у нас в холодильнике вот такой вот сыр. Моцарелла. Специально для пиццы. Я нарежу немножко. И вместе с этой вкусняшкой буду кушать. Еще лазю в холодильнике. Что же еще интересного там есть. Без мамочки как-то приходится сама себя кормить. Вот такой вот супер простенький ужин у меня сегодня. И, кстати, насчет шоколадок. Эти шоколадки мне подарил мой бойфренд. Он, так скажем, я сказал, что я хочу Несквик. И он пошел купил Нескле. Ну, как можно было перепутать Несквик и Нескле? Ну, это ужас прям. Это вообще ни в какие рамки не влезает. Просто это уже на расставание зянет. Реально, ребят. Значит, здесь у меня салатик, чай, сыр. Очень вкусный. Прям, ну, очень. Я взяла лавашек и еще вот этот вот хлебцы. Сейчас поставлю себе какой-то фильм из Ютуба. А может быть, даже и блогера какого-нибудь мукбанкера. И буду кушать. Приятного мне аппетита. Напоследок хочу поговорить на тему подделок. Я купила еще один топ от Коди. Просто потому, что прошлый, который я вам показывала где-то влог назад, он оказался подделкой. Если вы делаете маникюр, гель-лак в домашних условиях, и у вас что-то не получается, обратите внимание на свои материалы. Не покупайте в любых магазинах. Очень много в Азербайджане подделок. Именно поэтому гель-лак у вас не держится. У вас все скалывается, все разваливается. Поэтому я купила себе вот такой вот топчик от Коди без липкого слоя. Вот на этом все. Я уже буду с вами прощаться. Себя показывать я не буду, потому что я уже смыла макияж. Я уже в ночнушке. Поэтому, пожалуй, обойдемся без этого. Я вам всем желаю удачного дня. Обязательно смотрите мои влоги. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok